Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня у нас недельный раздел Шмени «Книги Ваекра». В этом разделе масса всего интересного, он очень интересный сюжетно, но я буду говорить только о небольшом куске в конце этого раздела, где идет разговор о том, что кушать нам можно и что кушать нельзя. Значит, это одиннадцатый перик книги Ваекра. Значит, я напомню вам, что проблема еды, вообще говоря, в Торе начинается еще в книге «Берешит», когда Всевышний говорит, и вот сначала всю зелень травную я даю вам в пищу, а потом, после потопа, он разрешает уже кушать и всех животных, и делает человека начальником над всем живущим на земле, и всех животных разрешает ему в пищу. Это второй этап разрешения еды, и здесь начинается третий этап, где оговаривается специальная пища, которая разрешена еврейскому народу. И в обиходе эта еда называется кошер, кошерная, что в переводе означает всего-навсего правильная, потому что слово «кошерный» опять-таки сегодня применяется к самым разным предметам, например, ну там, я не знаю, кошерный тфилин или кошерный свиток Торы. Значит, свиток написан и без ошибок. Правильный свиток, он вполне кошерный, его можно использовать для чтения в синагоге. Кошерный тфилин можно мотать на руку. Так вот, кошерную еду можно есть по еврейскому закону. Вообще говоря, если учесть, что в те времена, когда мы получали этот закон, с едой было гораздо хуже, чем сейчас, то есть голод, причем голод не то, что вот сегодня не успел пообедать, а голод многолетний, как нам рассказывает Тора, это был типовой вариант, так сказать, он случался то в одном месте, то в другом месте, и поэтому в этой ситуации, когда, дай бог, вообще хоть что-то съесть, а тут еще идут указания, что есть можно, а что есть нельзя. Например, так сказать, дикого оленя, косулю, вполне себе можно поймать, зарезать и съесть. Это разрешено. А вот вполне домашнюю свинью, которая была основой мясного питания, чуть ли не для всей Римской империи, вот есть нельзя. Вот. Так что эта вещь очень нетривиальная. Итак, первые восемь пасуков 11-го перека. «И говорил Ашем Маше и Аарону, сказав, говорите сынам Исраэля, сказав, это животное, которое ешьте, из всего скота, который на земле. Всякий, разделяющий копыта и расщепляющий щелью копыта, поднимающий жвачку из скота, его ешьте». Существуют сегодня очень такие логичные, понятные разъяснения вот этого закона. Обратите внимание, я остановился на третьем пасуке. Значит, разъяснение относится к формуле, сформулированной одним немецким философом, что человек есть то, что он ест. Такие мысли посещали еще людей в раньше времена, и считалось, что вот если убил врага и съел его сердце, в те времена большая часть мясного питания это была человечина. Мы все произошли от ледоедов. Так вот, в те времена считалось, что если ты съел сердце врага, то ты приобретаешь его силу, его храбрость и так далее, и так далее. То есть вот человек есть то, что он ест. И с точки зрения вот этой логики принцип «всякие разделяющие копыта, расщепляющие щелью копыта, поднимающие жвачку из скота», то есть вот два признака разрешенных животных. Это расщепленная копыта и поднимающие жвачку. Объяснение следующее. Копыта у животного – это не только способ, так сказать, ходить по камням, чтобы сохранить в порядке ноги, но это еще и оружие агрессии. Так сказать, вот те, кому приходилось иметь дело с лошадьми, знают, что если лошадь ударит копытом, то мало не покажется. Это ее оружие. И, так сказать, если у животного копыта расщепленная, значит, животное обладает меньшей агрессивностью. Вот копытные животные, у которых копыта расщепленные, они менее агрессивны. В частности, если лошадь может ударить копытом, то корова своим раздвоенным копытом не бьет. Вот так у нее все это устроено. Так что, если говорить о том, что съедание мяса животного как-то сообщает нам определенное его качество, то корова нас делает менее агрессивным, не делает нас более агрессивным, скажем так. Теперь поднимающий жвачку. Вот все хищники, волки, собаки, львы, тигры, кто угодно, значит, они заглатывают жертву достаточно крупными кусками и не особо пережевывая. У них есть вот такая жадность. Если они дорвались до еды, то они ее будут хватать и заглатывать. Видал я однажды кормление львов в сафари в Рамадгане, когда им кидают, значит, вот эти куски мяса и как они их ловят и заглатывают. В общем, это зрелище, конечно. Наоборот, если животное жвачное, то у него есть 2-3 и больше бывает желудков. И вот он прожевал траву, она попала в один желудок, потом во второй, потом он эту уже пережеванную, частично переваренную пищу поднимает снова из нижнего желудка, еще раз пережевывает и снова опускает вверх. То есть вот не нахватать по-быстрому кусков, а вот не спеша и раздумчиво пережевывать. То есть меньшая жадность свойственна жвачным животным. И так сказать, вот логика такая, что мы не должны быть слишком агрессивны и не должны быть слишком жадны, а потому вот так. Ну, значит, насколько эти древние принципы, что вот человек есть то, что он ест, являются обоснованными? Значит, на самом деле, да, обоснованы, потому что, скажем, наш способ забоя животных, шхита, это способ, который является наименее болезненным, когда, по сути дела, животное, которому перерезают горло, значит, там перерезается артерия, вена, дыхательное горло и нервная система, и все это делается одним движением безупречно острого ножа. И вот животное без боли, без страданий, без каких-то дел спокойно как бы засыпает и умирает, и кровь из него выливается. Так вот, оказывается, и современная биохимия это доказала, что в этой ситуации в мясо не выделяются некоторые гормоны желез внутренней секреции, вот гормоны страха, гормоны боли, которые делают мясо менее пригодным для человеческой еды. То есть здесь наука даже подтверждает наши принципы из Торы. Но дальше начинается самое интересное. Если Тора дает нам два вот таких вот принципа, значит, расщепленная копыта и жвачка, то зачем идут следующие четыре пасука? Значит, смотрите. Только этого не ешьте из поднимающих жвачку и разделяющих копыта. Верблюда, потому что он поднимает жвачку, а копыта не разделяет. Нечист он для вас. И шафана. Ну, у нас говорят, что шафан – это доман современный израильский. Такой горный кролик или горный заяц. Так вот этот шафан, он поднимает жвачку, а копыта не разделяет. Нечист он для вас. И зайца. Мы не очень понимаем, что Тора называет зайцем, но тоже что-то, такой зверик, типа зайца-кролика. Потому что поднимает жвачку, она копыта не разделяет. Нечист он для вас. И свинью, потому что разделяет копыта, она и расщепляет щелью копыта, но она жвачку не отрыгивает. Нечиста она для вас. Зачем Тора потратила четыре пасука на, казалось бы, очевидную вещь? Ну, смотрите. Нам дали два признака. Если у животного есть только один признак и нет второго, разговор закончен. Зачем нужны вот эти вот перечисления? Только, знаете, как говорят наши мудрецы, или очевидно, или Тора. И то, и другое вместе не бывает. Если мы посмотрим на перечень вот этих животных, то мы увидим, что перечень какой-то очень странный. Скажем, верблюд, который жует жвачку, а копыта не разделяет. Если кто-то из вас ездил на верблюде, то вы знаете, что у верблюда ноги устроены так, что легнуть копытом он в принципе не может. У него суставы другие, коленные. И в такого неопытного седока верблюд может высказать, так сказать, свое отношение к неопытному наезднику, плюнув в него такое очень неприятное событие. Но легнуть копытом он не может в принципе. То есть говорить, что верблюд агрессивен, потому что у него неразделенная копыта, нельзя. И во времена Торы это было предельно понятно, потому что верблюд был одним из основных средств передвижения. С автомобилями была проблема, а вот с верблюдами проблемы нет. Это раз. теперь значит, все остальные животные, они как бы очевиден, очевидно отсутствие одного из признаков. Например, и у шафана, и у зайца, простите, копыта нет, у них мягкие лапки. О чем идет речь? это достаточно очевидно. У свиньи есть копытца, и они чудесным образом раздвоены, но видно и понятно, что она жвачку не жует. Значит, попробуем объяснить вот эти вот моменты с помощью идей Любавического рэби, Минахима Менлашниерсона. Значит, он говорит так, что раздвоенная копыта это символ двух дорог, которые открываются перед человеком в любой момент времени. То есть это символ свободы выбора. Всегда, в любой жизненной ситуации мы можем пойти налево или пойти направо. поступить так или поступить иначе. И вот это раздвоенное копыто это символ того, что можно пойти налево и можно пойти направо. И человек всегда свободен в своем выборе. А вот эта вот жвачка, то, что жвачное животное съело пищу, потом отрыгнуло, еще раз переживало и еще раз съело, значит, это символ того, что выбор, сделанный человеком, требует постоянной ревизии. Человек ограничен в своем восприятии и если на основании каких-то фактов он делает некий вывод и некий выбор, то он должен, обязан постоянно возвращаться к этому выбору, анализировать его, взвешивать с вновь открывающимися обстоятельствами и при необходимости уточнять. То есть вот шува одно из центральных понятий иудаизма, оно означает вопреки расхожему мнению не исправление совершенных ошибок, а постоянный процесс поиска ответа, возвращение мысленное к бывшему, его переосмысление и как следствие исправление совершенных промок. И отсюда, между прочим, и невероятно высокое количество евреев ученых и нобелевских лауреатов. У нас так устроены головы уже на генетическом уровне. мы постоянно переосмысливаем и анализируем то, что было. И поэтому практически с еврейской точки зрения жизнь и шува это тождественные по внутреннему состоянию понятия. И тогда вывод очень простой. вот эти вот животные, которые имеют только один признак, и мудрецы эту идею иллюстрируют таким образом. Свинья, протягивающая нам свои копыта, как бы демонстрирует, вот посмотрите, я вполне кошерная, и она провозглашает излишность внутренней проверки. и очень часто, идя на поводу своего желания брать, мы убеждаем самих себя, что совсем не обязательно копать в глубину, что вот это уже в порядке, ну и все, и на этом мы остановимся. Так вот внешний признак, ну например, наличие человеческого облика еще не превращает Адольфа Эйхмана такого лысого в очочках типичного интеллигентика или доктора Менгеля, неординарного врача с ученой степенью. Так вот наличие этих внешних признаков еще не делает из них людей. Лишь постоянная борьба с самомнением и неизменная готовность ревизовать свою позицию. Исходя из идеалов Торы, она задействует внутренний признак и превращает нас в людей. Это первое, что я хотел сказать. И второе, если говорить о еврейском отношении к еде, то самое расхожее мнение, то, что все прекрасно знают, что не смешивай мясное и молочное. Натан, можно подвинуть текст вверх, чтобы конец был. Еще чуть отлично. Так вот, я напомню просто хороший анекдот, как едут Олим Хадашим в Израиль из Советского Союза, 90-й год, валюту вывозить нельзя, никакой валюты в СССР нету, там 60 долларов на человека можно везти, и вот приезжает Оле Хадаш на таможню и у него пять громадных холодильников. Его таможенник справит, да, разрешается вывести вещи для личного и семейного пользования беспошлино. Таможенник спрашивает, зачем вам пять холодильников? Ну, вы понимаете, я еврей, у меня один холодильник для мясного, другой для молочного. Хорошо, я понял, зачем два? А вы же везете пять? Ну, так простите, бывает в году Песох, и мне нужен пасхальный холодильник для мясного и пасхальный холодильник для молочного. Вы меня убедили, четыре в порядке, а пятый-то зачем? Ну, а если я захочу есть свинину, куда я ее должен положить по-вашему? И он везет пять в холодильник. Так вот, значит, этот анекдот показывает, что все понимают, что еврей не должен смешивать мясное с молочным. На самом деле, если мы прочитаем Тору внимательно, то в Торе написано «не вари козленка в молоке матери его». Причем эта фраза абсолютно дословно, не поменявшая ни единой буквы, ни единой запятой, значит, повторяется в Торе трижды. Два раза в книге шмот и один раз в книге дворим. И вот я вам эти кусочки выписал. Значит, я обращаю ваше внимание, что и в книге шмот, и в книге дворим вот эта фраза не имеет абсолютно никакого отношения к еде. она совсем о другом. Давайте посмотрим. Шмот мишпатим не режь на квасном крови жертва моей и не будет ночевать жир праздничной жертвой моей до утра. Начаток первенок твой земли твоей приноси в дом ашем и логим твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю малаха перед тобой, чтобы хранить тебя в дороге и привести тебя к месту, которое подготовил я. Простите, а где здесь про еду? Здесь о порядке жертвоприношения, здесь о специальной жертве бекурим, первые плоды надо принести в дом ашем и логим твоего, и здесь обещание Всевышнего, что он пошлет своего посланца, ангела малаха, который будет нас хранить в пути и приведет в Эриц Исраэль. Замечательно, а про еду здесь где? Вот не вари козленка в молоке матери. Хорошо. Та же самая книга Шмот Китиса, 34-й перик. Когда прогоню народы от лица твоего и расширю границу твою, и не выжилает муж страну твою, когда поднимешься ты показаться перед лицом Машема Лагим твоего три раза в году. Значит, речь идет о трех праздниках восхождениях, когда все мужчины должны прийти в храм и принести соответствующие жертвы, участвовать в праздничной службе и так далее. Нерешник в основном кровь жертва моей не будет ночевать до утра жертва праздника Песах. Так сказать, опять речь идет о порядке жертвоприношений, как в Мешпатим. Наконец, начаток первенок земли твоей приноси в дом Ашема Лагим твоего, не вари козленка в молоке матери. Про еду не слово, а вот не вари козленка. И, наконец, книга Дворим. Народ выделенный для Ашема Лагим твоего, не вари козленка в молоке матери его. Отделяй, отделяй десятину от всего урожая и так далее и так далее. То есть, заповедь не вари козленка в молоке матери его, а смотрите, если она повторяется вторе трижды буквально, то это важнейший приказ и ни в коем случае не надо его нарушать. Только о чем идет разговор. Если не про еду, то про что? Дело в том, что успехи археологии нам позволили узнать очень многое о тех, кто жил с нами в одно и то же раньше время. Мы знаем, как жили кнаонейские племена до нашего прихода в Эриц и Сраиль. Мы знаем, как жили другие народы. После раскопок библиотеки Хамурапи в Вавилоне мы знаем про устройство той империи не менее подробно, чем про устройство какой-нибудь Советской империи или Австро-Венгерской империи. Все известно с точностью до мельчайших подробностей жизни. Так вот, народы, которые жили с нами в одно время, они не знали или почти не знали, что такое монотеизм. Они поклонялись различным идолам, как Тора нам говорит, чужие элогимы, то есть идолы, управляющие соответствующими народами или идолы, которые отвечают за какую-то особую природную деятельность и так далее. То есть идол, который отвечает за плодородие скота, идол, который отвечает за дождь и ветер, идол, который отвечает за урожайность поля, там их не с тем числа, на то и политеизм. И пастушеские народы или пастушеская часть народа, как, например, в Междуречии, когда народ состоял по сути дела из двух несмешиваемых стран. Жители городов, которые занимались земледелием. Ну, город это не в современном понятии, это постоянное огороженное поселение. И кочевники, которые занимались скотоводством. И, так сказать, вот в городских воротах происходил у них обмен продуктов, торговля и так далее. Так вот, или в пастушеском народе, или в пастушеской части народа при идолопоклонническом служении приносили этому идолу в жертву продукт своего труда. А какой продукт труда у скотовода? Мясо и молоко. И вот этот вот идолопоклоннический обычай сварить мясо в молоке и дать значит идолу так сказать вот таким образом задобрить идола и приблизиться к нему и так далее. Это было распространенное действие для пастушеских народов. Мы к моменту дарования Тары народ в основном пастушеский на много-много процентов. Как сказано в Торе земля это хорошая для скота а у рабов твоих скот. Мы пастухи. Так вот Тора нас трижды предостерегает что занимаясь вот этим пастушеским делом развивая вот эту отрасль экономики мы ни в коем случае не должны следовать обычаям идолопоклонников. Это не закон кашрута. Это запрет идолопоклонства. Не вари козленка в молоке матери его. Точка. И то, что мы еще знаем от Иосифа Флавия, например, что любимая праздничная еда галилейских крестьян это была курица, ну, точнее, голубка, да, кур в те времена особо не разводили, разводили для еды голубей домашних. Так вот, голубка, сваренная в соусе из сливок, это была праздничная еда вполне кошерная галилейских крестьян. И, так сказать, вот там у Иосифа Флавия описывается сцена, когда его принимает какая-то семья и смотрит, а он, так сказать, человек из колена Ливии, носитель традиций и прочее, и вот эта крестьянская семья смотрит, будет ли он есть с ними или не будет он есть с ними, как он понимает вот эту вот заповедь. То, ну, как же вот эта идея, идея запрета идолопоклонства вошла в кашрут. Вошла она только после разрушения второго храма, после отмены обычной храмовой службы принесения жертв карбонот Всевышним. когда это исчезло, то наши мудрецы, начиная от Йоханана бен Закая, начали какие-то принципы того иудаизма, иудаизма с храмом, как-то их интерпретировать для иудаизма без храма. И был выдвинут такой замечательный принцип стол еврея это его жертвенник. И так сказать вот организация трапезы подобна организации служения в храме в каких-то своих аспектах. А раз нельзя в жертву приносить смесь мясного и молочного, значит на столе ее быть не должно. И так она вошла в кашрут. Вот с этой стороны запрета и долопоклонства. Ну и дальше мудрецы постановили, что мясо птицы, там курятина, у нас сейчас как-то голубей едят меньше, а вот куриц стали есть домашних. И решили, что поскольку это похоже на мясо, чтобы не было сомнений, что курица это тоже мясное. И значит разделение посуды, и пауза между молочным и мясным, и так далее, и так далее, десятки томов вот этих рассуждений о кашруте, но все это последствия того, что Тора запрещает нам идолопоклонство. Не вари козленка в молоке матери его. Спасибо за внимание. Готовы ответить на вопросы? А можно замечания некоторое? Не хама, всегда. Хочешь брать с экрана или тебе понадобится? да, могу брать. Это некоторая идея, которую ты выставил, но я хочу подчеркнуть, что в наших источниках, в Медрашах и в Талмуде ее нет. Например, там есть то, что называется теканут рибаз, то есть постановление, которое Рабам Йоханан бензакай сделал после разрушения храма для того, чтобы упорядочить как-то еврейскую жизнь. И мы знаем эти постановления. Среди них нет ничего, ни одной, не упоминается ничего, касающегося запрета кашрута. То есть можно предположить, что она была, что она потом развелась. Но следов этого как бы в нашей литературе нет. Это умозрительное такое построение. Я понимаю, на чем оно основывается. Я просто хотела сказать, что это нетрадиционная точка зрения. А у нас 70 ликов Торы. Я же не возражаю. Я не говорю, интересно. Я просто хочу, чтобы нам не путать. Это не передавалось по традиции. То есть может быть они это скрыли. Я не знаю, можно объяснить немного. Пускай слушатели не заподозрят меня в том, что я ем с молочью. Нет, нет. то, что эти запреты раскрутили их предложение. Может быть и существует в исследованиях. Есть и другие такие же всякие идеи там, каким образом отсутствие храма повлияло на Галаху. Но тем не менее я просто хочу подчеркнуть, что нигде об этом в Талмуде не сказано. Штарабьев закон был такое постановление, несмотря на то, что есть и перечислены его нововведения про отправление в Шафар, про хадаш, когда можно начинать есть жениться нового урожая. Да, да. И так далее. Есть несколько, их можно найти, но среди них нет ничего, что касалось бы Ташу, поэтому предложить можно. Но доказательств из наших источников нет. Логика понятна. И даже у многих комментариев есть обоснование такое, что это связано с какими-то обычаями для поклонников этот запрет так или значит. спасибо. Я хотела просто я не сам не нападаю никому. Нет, ты нападала, по-моему, что-то такое было. Не нападала она, не нападала. Если я нападала, я прошу прощения, я нападать не хотела. То есть если было что-то такое, то что я не могу напасть, я могу. Можешь, можешь. Ну вообще все законы, которые связаны с едой, ну как бы практически не знаю, практически все вещи, наверное, но с едой особенно. Можно какие-то подставки сделать, чтобы объяснить, как ты сказал, либо распространенная свинья грязная, неразборчивая в еде, пятая и десятая. по большому счету это все равно понять невозможно. Дары моря, раки, я не знаю, с точки зрения диетарного тоже пытались так, пытались так. Это как бы неоднозначно так. Законы царя так он сказал. У меня в дворце это так как не едят. Ну не едят, значит не едят. Реально понять, почему не понятно. В итоге нет. Смотри, я что хочу сказать. У нас есть известное такое бедро, что царь Соломана он думал, что он может все объяснить и когда он дошел до закона о Красной корове, он затронулся и сказал, нет, я не могу объяснить. Но на самом деле не надо понимать, что он совсем ничего не понял о Красной корове. Там много чего есть объяснить, много чего есть понять. Но он понял, что до конца он этого понять не мог. Вот то, что Андрей сказал совершенно верно. До конца этого он понять не мог. Ну какие-то отдельные вещи мы понять из них можем. Я прямо там могу сейчас что-нибудь... Леонид, что это я придумала, я где-то слышала про закон не варить козленка в молоке матери, что у него есть духовный некоторый смысл, что нельзя детям долго оставаться под родительской обедом, чтобы он не варил молоке своей матери. Отпустите его. Замечательно. К примеру, да. Здорово. Да. Окей. Господа и дамы, про еду кто-то хочет что-то такое добавить, тема чувствительная. Нет, проблематика у нас с едой, как бы, не знаю, и за границей, и вообще. Если к кому-то идти, приглашают в гости, человек не соблюдает, начинаются бесконечные проблемы с тарелками, с едами вообще. Огромные проблемы. Смотри, что я скажу, Натар. Для того, чтобы успокоиться на эту тему, надо учиться. И тогда у тебя будет... Да, я понял. Я понял. Ты тогда знаешь, что важно, а что не важно. Окей. То есть люди иногда концентрируются на неважном. Вот ему нужно обязательно на одноразовые тарелки. А в какой кастрюле это варилось, вот об этом даже... Это да, сабаба, быстро, равно... Ну смотри. В этой кастрюле не варили там... Я с этим сталкиваюсь, довольно так сказать, в археологической экспедиции. Там часть религиозных и очень молодых людей прибывает. И они очень напряжены. Я говорю, ребята, спокойно. Они еще хотят есть, они молодые. Нет, а может быть, а ты... Можно ли качаровать так? А может, а может, надо окунуть, а может, это надо... То есть, как бы для них это все как в одной куче. Они привыкли к тому, что все... Даже один был парень в мажгях, кашрут, в армии он работал. Тем не менее, он ничего, брат, не знал. Он только... Ему доверяли проверять лист. Раф доверял проверять лист, и он вот числился в мажгях. То есть, это просто надо учиться. И тогда ты знаешь. Хорошо. Если человек не попадает в такую ситуацию, если у него все домик ошерное, и все идет нормально, и он в гости не ходит к неебреям, и не попадает за границу, не знает. То тогда нормально. А если он... У него такая жизнь, что ему приходится быть в некожетных местах, он должен понять, что да, что и старые, что в крайнем случае можно, что нельзя. дали. Ну вот мы на самом... Ну, как бы, недавно читали у Рава Шерки в книге «К душа Ватева» насчет того, что человек должен реализовывать свои желания, и вот как бы правильно вообще жить полной жизнью и так дальше. Я помню, там у него такой инцитут был, я не помню точно в каком месте, в Талмуде, даже, честно говоря, не помню, чья это жена. Да, вот Нехамо может подсказать. И там идея была такая, что она как бы хотела возместить или попробовать то, что по закону запрещено. А, да, да, да. Да, например, вот мясной смолочник. Как бы нельзя, она самому мужу сказала, но у него дико хочется мясной смолочник. Он ей сказал, на это оттеним. Как это? Не сосце, как это называется? Корову, за что корову дают, слегка? В имя, в имя. В имя, в имя. Правильно, вот вы имя, правильно, теним. Вот он ей сказал, пожалуйста, мясной смолочник. То есть, как бы тоже такая интересная тема. Есть ли в этом запрете, запрете? Есть духовная составляющая, еще что-то, еще что-то. А зачем как-то пытаться обойти, и все, значит, как бы это не совсем. Это само в себе интересно, но это все же уже мы... Окей! Если мы хотим это обсудить, пожалуйста, я вообще не очень могу... Леватер как-то всегда это слово меня... Окей. Что Леватер, я не понял, по поводу чего? Ну, могу не это самое, не напрягаться и не рассказывать то, что я... Нет, напрягайся. Ну, хорошо, господа, если как бы вопросов нету, еда никого не интересует, ну, хорошо, пойдем дальше. Мы втроем только едим. Доктор Линиц, Нехамы, я наставал, мы еще молодых ребят из экспедиции. Ну, хорошо, окей, Нехамы, мы слушаем. Да, там, поскольку вместе работают и религиозные, и нелегиозные, раньше, пока я там не попадала, создавалось какое-то иногда слишком большое напряжение, не важно. Значит, давайте перейдем к моей части тогда, если вы мне сражаете. Я хотела поговорить о некотором странном отрывке, который как бы вклинивается в нашем недельном разделе, не совсем понятно, почему именно здесь. Но сначала пару слов, как этот отрывок, как вообще, так сказать, этот кусок устроен. Как упоминал уже доктор Линиц, у нас здесь есть сюжетная часть, при которой погибают два сына Аарона. Торжественный момент освещения Скинии, который все ждут, напряжение, которое не прекращается, принесение жертв. Маша Аарон входит, выходит, где это откровение, которое будет им обещано. И в этот момент сыновья Аарона приносят чуждый огонь на жертвенник, который им никто не велел приносить. Они оказываются в том месте, где они не должны быть в этот момент. И когда выходит огонь из святая святых, они оказываются на его пути. И он сжигает их, и он сжигает жертву, которая должна была с женатым. То есть, откровение происходит, но вместе с этим откровением погибают два сына Аарона. и отношение к их поступку неоднозначное. И оно неоднозначное в Таре, потому что есть слова Моше, которые утешают Аарона и говорят приблизительно такие слова, что я вот знал, что что-то произойдет, здесь будет какое-то освещение. То есть, это их смерть считается священной смертью. освещается Скиния вместе с их смертью. И Моше знал откуда-то, что это должно произойти, но он не знал, с кем это произойдет. То есть, это как бы возникает какой-то оттенок самопожертвования ради освещения Скинии, но он не знал, что это будут сына Аарона, а он думал, что это будет один из них. С другой стороны, есть и все-таки сомнительные некоторые вещи в их поведении, потому что, скажем, чуждый огонь они принесли, который не заповедовал Всевышний. Поэтому и у комментаторов есть различные очень комментарии и оценки того, что произошло. Некоторые считают, что у них было такое вот сильное стремление к святости, которое они не могли преодолеть, и из-за этого они старели. Вот такой образ. А другие считают, что они перешли границы, и некоторые очень осуждающие есть медроши, которые говорят, что они уже шли, говорили между собой, думали, когда уже эти старики уйдут, и мы их сменим, и они приняли решение сами что-то сделать, не посоветовавшись с учителями. Другие говорят, что они в комментариях, что они вышли туда пьяными. Почему? Это такое мнение мы сейчас увидим дальше. Потому что сразу после этого события у нас есть некоторый отрывок, сейчас я посмотрю, это переводы сифона, просто я открываю его автоматически, он у меня есть в компьютере без техники. После действий, которые были необходимы для того, чтобы вынести тела из святых и некоторые, так сказать, объяснения с другими сыновьями Аарона, есть некоторая вещь обращения к Аарону. И сказал Господь Аарону, говоря, вина из Шихара не пей, ни ты, ни сыны твои с тобой, когда входят в шатер собрания, дабы вы не умерли. Это устав вечный в роду ваш. Отсюда нам понятно, что комментаторы видели в этом некоторый намек, что, может быть, ребята вошли туда пьяными, и вот с ними из-за этого случилась неприятность. А вот вы не захотите. Тем не менее, если это действительно так было, можно было прямо так сказать, что вот в этом был грех, что они зашли пьяными. Прямо Тара об этом не говорит. Если мы дальше прочтем то, что написано здесь, этим не ограничивается Тара. И она говорит, дабы могли различать между священным и несвященным, между нечистым и чистым, и научить сынов Израилев всем усталам, которые изрек им Господь через Муше. Обращение к Аруне встречается в Таре очень немного раз. Во-первых, оно встречается, когда Бог сообщает ему, пойди навстречусь Муше, в самом начале, когда Муше из Медьяна идет в Египет. А потом в рассказе о восстании Кораха тоже обращение к Корону, которое говорит ему специфические вещи, которые ему нужно сделать в этой ситуации. Исключительно то, что относится к должности священника. Неожиданно вот здесь. Остальное все мы всегда слышим и сказал Бог Муше, скажи Арону. Или просто сказал, говорю Муше Арону или Зару Тамару и так далее. Мы предполагаем, что он говорит от имени Бога. А вот прямое обращение Всевышнего к Арону у нас встречается очень немного и конкретно оно встречается в этом отрывке, который немножко кажется здесь лишним. потому что у нас есть некая нить повествования и вдруг оно обрывается. Есть речь Муше, которая говорит его сыновья. Есть дальше речь Муше, которая объясняет, что им нужно сделать жертву. И неожиданно есть в середине обращение Всевышнего к Арону. И можно было предположить, что вино здесь главная тема, и это относится к предыдущему. Но на самом деле, скорее, все же, если мы будем исходить из соображений, что обращение к Арону со стороны Всевышнего происходит всегда для того, чтобы разъяснить ему специальную функцию его лично или специальную функцию священников Куэна, то мы должны признать, что и в этом месте оно не просто так появляется, а в данной сложившейся ситуации очень важно оказывается сказать Арону что о его особых функциях. Его особые функции стоят в том, чтобы различать между священными и священными, между чистым и нечистым. И для этого они не должны пить вина, потому что вино замедляет нашу фразу. И даже вспорим, когда у нас есть заповедь выпить много вина, как раз она происходит, заповедь просит нас перестать что-то различать между проклят пома и богословен. Мордыхай смешиваются понятия чистого и нечистого, смешиваются понятия священного и несвященного. А священники кухены, как раз стоящие на границе между народом и Всевышним, являющиеся посланниками народа перед Богом и посланниками Бога к народу, они обязаны очень четко соблюдать эти границы между чистым и нечистым, между священным и несвященным. Может быть, это намекает нам на то, что в предыдущем отрывке была какая-то проблема у сыновей народа с нарушением границ. Это очень важная личная инициатива и желание приблизиться к Богу. Как бы мы позитивно не оценивали их стремление, в любом случае то, что они сделали, это было нарушение границ. И для тех комментариев, которые не критикуют их особенно за то, что они за их стремление к святости или за их стремление проявить какую-то инициативу, тем не менее они погибли, потому что они нарушили эти границы, а для сыновей народа, для священников это чрезвычайно важно, и не просто это важно для них, а это важно для них, чтобы они смогли передать это знание народу, чтобы народ тоже осознавал, где находятся эти границы, границы между чистыми и нечистыми, границы между священным и несвященным. в следующем отрывке у нас есть разговор о жертвах, которые нужно приносить, и возникает такая ситуация, когда сказано, козлазый жертвы грех очистительный, искал, да искал мужа, но он сожжен дом, и разгневался он Нейтамара, Нейлазар и Нейтамара, оставшихся в основном Ворону, говоря, почему не ели вы этой очистительной жертвы на святом месте, надо объяснить, в чем тут проблема, все они должны были есть, есть разные виды жертв, жертвы, которые, есть жертвы внутренние, которые действительно нужно сжигать, но это же жертву внешняя была, из которой частично должны были есть священники, это закон, и оказалось, вместо того, чтобы ее съесть, эту грехочистительную жертву, они ее сожгли почему-то, они сделали какую-то ошибку, опять начинается какая-то инициатива, что-то совершенно не то, что им приказали, да, только что у нас свершили ошибку два сына Иарона, и они из-за этого погибли, и неожиданно оказывается, что снова Аарон или его дети совершили ошибку и не стали есть, ведь он дал ее вам, чтобы простить вину общины для искупления ее перед Господом, а они этого не сделали, и и и говорил Аарон Мессию, ведь сегодня принесли они очистительную жертву свое всесожжение и свое перед Господом, и такое случилось со мной, то есть это то, что они должны были есть, это вот сейчас погибли два его сына, и он находится в состоянии, когда они еще не похоронены, то есть вершина траура, а я очистительную жертву сегодня, будет ли это угодно Господом, а этап и не будет ли это хорошо в глазах Всевышнего, и выслушу Машу Ядову, неожиданно оказывается, что да, инициатива важна, иногда бывает очень правильно, то, Бог сказал Аарону о том, что ему нужно и самому научиться, и научить этому народу, то есть различать между нечистым и чистым, и между священным и несвященным, это была не галактическая инструкция, это была инструкция моральная, то есть есть вещи установленные Моисеем, ему известные от Всевышнего, и то, что он преподавал народу, и то, что он объяснял много дней священникам, как им нужно выполнять свою работу, и по формальным правилам эта жертва должна была, они должны были бы и съесть, но в том состоянии, в котором Аарон находился, в состоянии глубокого траура по своим детям, он не в состоянии есть эту жертву и скупать грехи народу. И это моральное заключение, не галахическое, но оно становится частью галахическое. И поэтому муж этот аргумент принимает. И эта галаха, она ничуть не менее важна, те галахические установления, которые учил нас и священников учил мысль. и в этом отношении я, возможно, будет интересно привести некоторые отрывы из Рава Купа. Это предисловие книги Мусара Тадос. Давайте я сейчас поделюсь. И я прочту свой перевод. Там есть и текст на иврите, если кому-то интересно. Так говорит Рава Купа. Трепет перед небесами не должен подавлять естественную нравственность человеку, ибо тогда это не будет чистым трепетом. признак чистого трепета это ситуация, когда природная нравственность, укорененная в прямоте человека, основанность на нем, на трепетах, поднимается на более высокие степени. Есть у нас с одной стороны трепет перед Богом, уважение, необходимость соблюдать, заповедь не нарушать. И с другой стороны есть у нас естественная нравственность. только тогда, когда трепет поднимает эту нравственность на большую высоту, тогда он является истинным, честным, искренним трепетом. Но если возникает такой трепет, что без его воздействия на жизнь, жизнь была бы более склонна к добрым делам и к совершению полезных для личности и для общества дел, а под его воздействием эта склонность уменьшается, такой трепет негоден. То есть мы видели, что насколько я понимаю, на священника Аарона возложена здесь дополнительная функция. Мушел законодатель, он учит нас трепет перед Богом, но на Аарона возложена дополнительная функция различать между моральным и аморальным. И вот в этот момент глубокого травма он решает, что это неправильный с точки зрения морали поступок есть в таком состоянии грехоочистительная жертва, что и Моисей принимает его аргументацию. Поэтому вот это нравственное чувство к человеку является неотделимой частью иудаизма, неотделимой частью Галахи, и на этом я хотела остановиться. Здорово. Да. Господа и дамы, у меня снова есть куча вопросов, но может быть сначала кто-то скажет из присутствующих. У меня вопросов нету, просто есть над чем думать. Это как бы всегда хорошо. Вот меня несколько задело, может быть, тесно кстати урава кука как в Макоре это стоит, что значит там было природное, это дэра хэрац или тивит, что значит природная нравственность, там слово терра, откуда это вообще. Так, секунду, где же у меня есть, асуле лирэ шамай шэ дхак это мусара тиви, это специальный такой термин урава кука, естественное нравство, природное, это то, о чем говорит кстати и Равшар я думаю свои книги просто я там не слежу за вашими народами. Все-таки странно, но все-таки согласись, что это как-то странно, как бы одна из основ, насколько я понимаю соблюдение заповеди. Есть такая некоторая аксиома, которая говорит, что мораль только от Бога. У человека и в природе никакой морали нет. Нет, это неправильно. То есть иначе непонятно, а что такое естественно, откуда это естество, откуда оно берется? От Бога. Бог проявляется в разных вещах. Он проявляется как трансцендент Бог, который сообщает нам законы 1, 2, 3, 4, 5. И Бог проявляется как имманент существующий в мире, влияющий на мир, творец мира, который на самом деле находится и в душе каждого человека. И поэтому это два источника. Они иногда не претворяющие друг другу. Зачем тогда в 10 заповедях как бы продолжать 10 заповедях надо было повторять, например, не убивай. Зачем? Это как бы самые основные вещи, не брать. Если даже это надо на уровне 10 заповедей человеку говорить, это означает, что у него вообще никакой морали нет. Можно сказать, послушай, не обгоняй человека, не подставляй на эти мелкие вещи, но самое главное, не бери другую жизнь. Надо было в качестве главного постулата в 10 заповедях, значит, никакой морали у человека нет. Нет, но это, по-моему, неправильное рассуждение. Во-первых, по этому поводу есть различные мнения. По некоторым мнениям, действительно, они находились на таком низком уровне, что им надо было это сказать, и они им отвечали. А сейчас? Как бы мы убивали? Так, как бы мы убивали? Секунду, это говорит. Это одно мнение. А другое мнение говорит, конечно, мы раньше бы не убивали, но теперь мы не будем убивать, поскольку ты так повелел. А что сейчас? Ты сейчас? Не, ну им надо было увидеть, что они такие дикие были. А что сейчас не дикие, сейчас еще хуже дикие, по-моему, Так, возвращаясь в действительность. Тов, ну хорошо, это был как бы Седор, мои две копейки. нет, ну конечно, на самом деле это требует объяснения, действительно, это не такой простой вопрос. Зачем тогда говорить здесь, если так очевидно? Правильно. Ну, значит, это важно, чтобы это было написано, может быть, и у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Ну, может быть, Равку, на самом деле мы все время сталкиваемся с ситуацией, что человек обязан поступать морально, и бывают столкновения между моралью и Галахой. Это не значит, что вся мораль только из Галахи и только из Тары. Мораль есть естественная, и то, что Равку пишет, то Тара поднимает, естественно, мораль, должна поднимать естественно мораль на большую высоту. А если этого не происходит, то есть проблемы. Мне как-то казалось, что есть ну, как бы такой сильный фундамент в таком жестком подходе, который говорит о том, что как бы нету разницы в силе между заповед, например, мясное и молочное, либо не есть лягушку и не убивать. Они все из одного источника, между ними нет никакой разницы. Только в том смысле, что они из одного источника. А то, что есть заповеди более строгие, менее строгие наказания смерти от Всевышнего, смерти от суда или карет, миллион вариантов и так сказать множество ступеней хумровости, как сказать, строгости заповедей. это основа всего. Одни заповеди более серьезные, другие в том смысле, что источник суда один. Но у тебя есть, мне кажется, это одно из важнейших достижений иудаизма, что она строит правильную иерархию. Вот если человек болеет, что я могу нарушить? А если у него такая болезнь, есть такая, есть такая. когда есть опасность для жизни, все мы нарушаем. А если у меня просто голова болит, могу я взять лекарство и так далее. А в этих случаях я могу нарушить дарабанан. А в этих случаях это крутая такая система иерархии и нарушения и повелений, например. Если есть заповедь, гритминай, ее делают в субботу, нарушают в субботу. Это классический пример. Да, это если есть естественная мораль, нужны всем заповеди? Зачем люди не иври должны принимать всем заповеди? Это очень интересно. Об этом как раз и многие У них есть естественная мораль, чем она становится сильнее того, что они декларируют о том, что не убивай. на самом деле это мне кажется пишут некоторые комментарии, заповедь, которая диктует естественная мораль, тем не менее, все равно должны быть сказаны или сформулированы. А некоторые считают не обязательны. Поэтому есть разные мнения. Но на самом деле совершенно ясно, что есть аморальные люди, и для них это нужно повторить много раз. У кого-то естественная мораль общественная развита, а у кого-то не развита. Есть разные люди, есть разные культуры. И это вещи, которые должны быть сказаны. Тем не менее, несмотря на то, что естественная мораль есть. Кто-то понимает, что это воровать плохо, а кто-то этого не понимает. Теоретически для всех плохо, а я здесь украду, там украду. Это совсем не так просто. В общем, опять же, это очень длинный разговор, очень интересный. Тоф, дамы и господа, кто-то хочет что-то добавить? Хочет. Хочет. Окей. Да, сейчас после рассказа Нехама мне стало понятно, вот принцип наших мудрецов, что тот, кто ест трапезу Сиуда Мавсекет перед Йом Кипуром, тому это засчитывается как два дня поста, а не один. То есть вот такой совершенно непонятный оборот. Если ты ешь разделительную трапезу перед наступлением Йом Кипура, то тебе это засчитывается как второй день поста. Есть такая вещь. Так понятно, почему она? Потому что это суд, и я жду суда, и об какой еде может идти речь. То есть это состояние Аарона, он в трауре, и об какой еде может идти речь. Это совсем это не идет речь о грехно-очувствительной жертве. Он не может выполнять правила своей функции. не может, потому что у него кусок в рот не лезет. не может это делать. И самая разделительная трапеза. Это суд. Меня сейчас приговорят к смерти или к жизни. Но вообще вполне лезет. Это надо подумать. Это зависит от того, как ты переживаешь эту ем-ки-пур это не ем-адзит в этом проблеме. А так бы вообще ничего было. Если бы это было перед Рошана, а в Рошана мы как раз едим. В Рошана мы как раз едим с большим удовольствием. Там говорили мудроцы именно про трапезу вот сюда от Мавсекет перед ем-ки-пур. Идея интересная, но всегда была один знакомый равен, который говорит, если у вас зрители, то это неверно. Если вам все понятно, ищите следующий ответ. У Тимофея есть вопрос. Тимофей, мы слушаем. Да, каждый раз возникает вопрос, когда читаю эту главу. Судя по тому, что в пункте 10-3 сказано, особенно в комментариях Раши, уже заранее предполагалось, что освещение Мишкана будет связано с каким-то человеческим жертвопрошением. Это очень тяжело понять и принять. какое ваше мнение? У меня нет окончательного ответа. Я совершенно согласна, что там есть такой намек на это. Можно бы попросту сказать, что это ему в утешении сказал Моше, что может быть это не обязательно должно было так случиться. вообще идея как бы есть много разных комментариев вообще за что Арону такую. Например, некоторые считают, что это за то, что он участвовал в рехе о создании Золотого Тельца, что он за это наказан. Ну, комментариев действительно уже есть много, но вот такой вот, как бы это сказать, такой намек, он тяжел. так же, как нам тяжело вообще воспринимать идею, как это так Бог повелел Аврауму поднести сына в жертву. Вообще идея жертвы не простая. Там 10 мучеников царства, да, они должны как бы принести себя, их должны как бы они должны искупить грехи прежних. А у меня нет на это однозначно. Это не такие. Меня, вот я помню, да, вот в этом куске, я помню Ханан Парад, он останавливается в Эйдом Моше и замер Моше. Эйдом Арон. Да, слегка, слегка, да, конечно, В Эйдом Арон. И это дикость, вот это тоже одна из очень сильных линий в Эйдом Моше, в смысле, что невозмочь в себе и продолжать дальше вот эта вот линия, такого молчаливого героизма, так можно сказать. Это такая емкая строка, я просто этого не касалась. Это сама по себе большая тема, есть много разных комментариев, пониманий разных сторон в этом условии В Эйдом. Ну, это как бы, да. Окей. Ну, хорошо, кто-то еще что-то хочет сказать? Одесса. Можно еще один? Да. Еще один был вопрос. Да, конечно. Как там две темы нашей сегодняшней лекции совместить? Вот почему в одной главе есть и про Надава-Авигу, и про Кашут? Как ты между собой связан? Ага. Ну, это только Нехаму может ответить. Нехаму не может. Если так вот просто совпало. Возможно, есть. Честный ответ, честная женщина. Мы тоже говорим. Я не понятна совершенно. Наш недельный раздел мудрецы назвали словом шмени, да? Да. А слово шмени однокоренное с шемен. Жир сливки. То есть нечто сверх обычное. То есть вот обычное это молоко там, да? А вот если мы снимаем с молока вот это вот, да, значит, самый-самый цимес, да? Вот нечто такое сверхобычное. И вот в нашем разделе все такое сверхобычное. В частности, кашрут это вещь, сверхобычное. Потому что нормально и все люди на земле что поймали, то и съели по тем временам, да? И вот вдруг возникает нечто сверхобычное, что вот будем поступать вот так. И история надава и авиу. Ну, чего там, ребята? Ну, освещение мешкана, сошел огонь с неба, все хорошо. так сказать, все упали на лица свои и возрадовались. И вдруг возникает нечто сверхобычное. А мы хотим чего-то еще. Вот такого. Не-не-не-не-не, ты немножко сейчас перепутал. Не туда? Не, не сначала огонь сошел. Именно потому, что он не сходил, они решились на это тело. И сошел огонь и пожрал жиры. Да, но сначала пожрал, это одновременно собственно случилось. Ты посмотри, и вот сошел огонь, сейчас, одну секунду, на самом деле действительно это сказано раньше, но по-видимому это тем не менее, вот смотри, и сошел огонь, да, и после этого описывается, как они и вышел огонь от Господа и пожрал. То же самое совершенно. И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике. Это один и тот же огонь, скорее всего. Понимаешь? Это одно и то же выражение и скорее всего один и тот же огонь. То есть можно бы вопросить так, что то, что они там принесли на этот жертвенник золотой, на котором они принесли воскурение, это как бы триггер был и оттуда молния вышла и прошла мимо них. Ну, в общем, как бы. И вышла она на жертву не внешней, на котором было жертвоприношение. Я к тому, что в этой главе сплошные сливки. на самом деле, если добавить, то шминии вообще это есть тут намек на восьмой день творения, которым это уже завершение происходит нашего мира. То есть после окончания, сейчас если у нас седьмой день творения, продолжается, суббота Всевышнего, то там уже будет начинаться восьмой день. И здесь, безусловно, есть параллель, потому что скиния, храм, это некоторое посольство будущего дня. посольство будущего мира. И возможно, это как бы все связано с тем, чтобы, так сказать, как это посольство должно быть устроено, чисто и нечисто. Это существенный момент этого устройства. И в частности мораль по-видимому тоже. Потому что это то, что фактически Всевышний хочет от нас, чтобы мы построили моральный мир. Ну, ответа на вопрос Тимофея нету. Нет, хороший ответ. Да, вопрос хороший. Я так вспоминаю вот женщина, с которой я работал в первые свои 13 лет в Израиле, Джуни или Сара бен Сосома. Она рассказывала так лично, она мне запала в душу. Она, мамаш, была не слышала, то есть спасшись во время катастрофы. Она рассказывала уже не все время, по-моему, это было больше трех лет, они сидели в погребе, и они все это время не ели свинины. Она мне рассказывала, я помню, это запало, потому что как бы тоже несоответствие между тем, что происходит, да, выживание в диких условиях, все, ну, при чем сейчас здесь это? И, тем не менее, у людей это впечатано, тем не менее, что вот это вот нет. То есть, как бы, соответственно, очень такое, как бы, супервысокая борьба за жизнь, а с другой стороны, ну, какая тебе особая разница? И тем не менее, вот я помню, она сказала такую фразу, я ее запомню. Поэтому вот эти вот разносы, да, это такой, какой-то, не знаю, хотите, сможете сказать, генетический код. Окей, ну, хорошо, заканчиваем на этом. Спасибо. Тов, хороших новостей, что прекратилась эта ужасная война, я думаю, как бы, не посадят за то, что мы это говорили. Слава Украине! Да, 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 то есть у нас люди из России. Слава Украине! Они не виноваты. Ужасная война, в которой невозможно победить. Ты давно уже из России. Очевидно, кто агрессор. Они должны быть наказаны на страдания людей. Чудовищное совершенно. Мы переписывались все время с людьми, которые находятся на Украине. Что оно чудовищно, непонятно, и непонятно зачем. И миру непонятно зачем. Абсурд. Окей, будем надеяться, что это закончится. Всем счастливо. Мир и хорошие. Спасибо. Окей, всем счастливо. Поставьте запись, поставьте, пожалуйста. Не успею на все послушать. Нет проблем. Окей, счастливо. Пока, пока. Спасибо. Спасибо.